Лен, принеси мне мою кружку с вахты! Неотрепетированный театр для жизни. Актёры Балашовского драматического играют самих себя, недовольных сменой власти в коллективе. Может быть, хотя бы тогда нас услышат и что-то предпримят? Да, хотя бы сказать да. На одной воде около 20 актёров. Остальным голодать запретили врачи. Дайте нам спокойно жить, работать и получать за это. Достойную зарплату. Теперь оберегают это место от людей, которых не хотят видеть даже в зрительном зале. Нет, сюда мы никого, конечно, из подобных людей не пускаем. Почему? Ну, зачем нам нарушать энергетику нашей сцены? Надо колпак переколковать, переколковать, переколковать. Работа не остановилась. Здесь продолжают наносить грим, репетировать сцены. И играть. Всё в Балашовском театре теперь происходит в одном месте. Вечерным спектаклем не мешают принесённые из дома декорации. Для импровизированной постановки с кричащим названием «Бессрочная голодовка». К участию в ней актёры сразу вернутся, после того, как отыграют отрепетированное действие на зрителя. И это уже кульминация. Развитие действия, напряжённая обстановка в театре продолжается два года. Сложная конфигурация, сложные вопросы. Там и штатное расписание, и фонд зарплаты, и художественное руководство, и нормативно-правая база. Александр Попов ещё пока не мастер, студент, хотя и вырос в театре. Начинал машинистом сцены. Сегодня среди голодающих. Возмутила новость о том, что штат актёров собираются сократить почти на треть. И, возможно, урезать зарплаты. Здесь довольно-таки у нас молодая труппа, молодые актёры. Они попросту разъёмся из этого театра. И никто сюда не поедет. Работать за пять тысяч оклад, никто не поедет сюда. Деньги встали поперёк искусству. Хозяева театра – Балашовский муниципалитет. Проверили финансовую деятельность культурного учреждения. Я чётко поняла сегодня из тех документов, которые наконец-то я получила на руки, кто же всё-таки там получает львиную долю бюджетных денег. Семья Владимира Николаевича. Она у нас фигура одиозная, видит всё в определённом ключе. И разногласий с собой она не приемлет ни в каких ракурсах. На Владимира Попова, художественного руководителя театра, уже завели уголовное дело. Однако его активно защищают сами актёры. Андрей же Струнин, недавно назначенный, пока с приставкой «ИО» у друг, теперь враг номер один для коллектива. Ведь он пришёл туда с новыми правилами. Видите разницу, да? Почти что на тысячу рублей. С учётом того, что человек выходит на сцену в два раза меньше, и естественно на этот оклад накручиваются надбавки стимулирующего характера, которых может быть у кого-то там 200%, у кого-то 150%. Теперь в ситуации будет разбираться специально созданная экспертная комиссия. Профильный министр пообещал принять сторону культуры. Он лично приехал в Балашов, чтобы посмотреть последнюю постановку театра. Политический памфлет «Самоубийца», написанный в начале прошлого века. А как никогда актуальном конфликте между простыми людьми и властью.